Пусть я 5 часов, даже поменьше, 4 с половиной где-то со всеми остановками, мы пришли на деревню, там водопад, суровый светит прямо в окно, завтра нам в ту сторону, вон указатели. Здесь еще один домик маленький, тоже наш. Я бы не сказала, что эта тропа легкая. Вот это наша очередная хита. Немного бомжовая, с древних времен. Мы сегодня надыбали душ. Покажи. Попим печку, варим макарошки. За водой далеко идти, но еды зато здесь нормально. Сейчас 12.45, мы выдвигаемся на новый отрезок. Мы только что здесь поднимались. Здесь все размыто из-за грязи. Сейчас идет небольшой снег, а нам идти вверх, вверх, вверх. В общем, есть риск подскользнуться, но мы держимся. Вот такая прекрасная, замечательная погода. Просто отличная. Даже я вас не вижу с расстояния 10 метров. Нам еще идти, не знаю, часа, наверное, 4. Может, чуть поменьше. Передайте привет маме. Мы спустились сейчас с горы. Здесь хотя бы не такая пурга. Дождь со снегом. Ну вот то место, откуда мы пришли, там вообще ничего не видно. То есть там метет конкретно. Мы идем уже больше 4 часов. Прошли все. И дождь, и туман. Несколько раз мы теряли дорогу, сбивались пути. Сейчас из моих кроссовок можно просто выжимать воду. Сейчас мы идем по какому-то болоту. Судя по всему, нам осталось не так далеко. Далеко. Спустя 5 часов мы пришли к нашему домику. Здесь еще какие-то другие домики, дачи. Погода все такая же плохая. Туман, хмурость, сырость. В общем, вот сейчас первым делом мы будем сушиться. На улице жуткий дождь. Ну, домик такой не особо. Каищи. Тоже старый, вон лепт толстая. Печка, которая греет только сама себя. И дверь, которая, блин, я не знаю, на соплях держится. Под этот ливень мы сейчас пойдем. Идти нам часа 2, наверное, до следующей хиты. Потом еще 2,5. Здесь мы спали сегодня. Не класс, люкс. У нас на пути еще одна, последняя, где мы будем ночевать. И все. Мы сходим с этой тропой. И снег. В общем, мы сейчас сидим в промежуточной хитте. Перед нашей. Последней, да. До которой нам идти максимум 3 часа. На улице жуткий буран. А вообще там. А мы варим макарошки. Двух видов сразу. Едим чеснок, чтобы не заболеть. Это профилактики. И для форума. Да, да. Самый большой камин за всю историю посещения наших хитов на этой тропе. Вот, в общем, там ужас. Просто ужас. Количество. Да. У нас есть чай хотя бы здесь. Мы им наслаждаемся. Отогреваемся. То окно вообще занесено уже. Это соседний домик. Он даже еще круче. Все новое. Возможно, даже есть электричество. Спальня, в общем. Одна, вторая. Это гостиная. Даже гитара. Волгарская, она не волгарская. Еды нет. Ну да, только еды нет. Это единственный минус. А так она, по-моему, круче, чем все наши домики предыдущие. А так она, по-моему, к коням больно. Мы прошли такой кошмар, что это просто жесть. Такую пургу и метель, и снег. Вот. Это озеро сейчас будет справа от нас. И нам останется, наверное, максимум час до нашей пурги. Сейчас уже темно. Почти 8 вечера. Мы вот только дошли до нашего домика. Дошли за 2 часа 40 минут. По жуткой метели, по дождю, через водопады, в общем, тропинки эти, наша тропа превратилась в водопад. Наконец-то мы отогреваемся. Уже, точнее, часа 2 отогреваемся. Только сейчас более-менее пришли в себя. Жарим блины на печи по старинке. Прям как в деревне дураков. Вот, света здесь не особо много. Да, шмотки сушим. Все, мы покидаем эту суровую тропу. Одну из самых суровых Норвегии. Наша последняя хита. Впереди снова дождь. У нас хотя бы не так далеко. Это городок Гаупна. Где кончается наша тропа. Да, мы так долго шли, 10 дней. В общем, мы искали душ, забрелись сюда. Тут мы поедим. Сюда бросаешь монетки и моешь. Сколько вон минут, я не знаю. Вот, ну, не суть в общем. Это наша инновация, в общем. Тут душ платный, поэтому мы привесили свой найденный в даче. В общем, попробуем его использовать. А то таскаем везде. Это наш сегодняшний вписк. Валерик? Да. В общем, мы тут так пригрелись, в общем, помылись. Так расслабились, что решили сегодня не ехать. Потому что уже пол седьмого. Там дождь весь день. В общем, тут нашли дверьку такую. На которой написано, что вне сезона она закрыта. Но вот тут есть чудо-инструментик плоскогубцы, который легко открывает этот замочек. И мы там будем спать внутри. Постирали по всяким подкомнаткам, на нашей стрелке, которые оказались вроде как бесплатными. Ну да, они работают, да. Шампунь. Порошков мы тут не нашли. Тут есть еще ресуршилки. Да, в общем, отлично. Мы тут немножко сходили в магазин, так, на полчаса. Вот, что мы раздобыли. Мы решили не перебирать. Потому что все такое свежайшее, вкусное. Такой офигительный запах. Решили забрать с собой. Весь этот огромный пакет. Вот для сравнения рюкзак, да, с такой вот пакет. Еще фрукты. Лысые персики, то есть нектарина. Еще мы сидим тут. Отъедаемся, стираемся, заряжаемся. Энергии. И на ресепшене вообще никого нет на ресепшене. Кроме кота. Единственное, кто тут что-то охраняет. Доброе утро. Привет. Мы сейчас едем на Согун. Да, мы сейчас стопили в неправильном направлении. Потом мы все-таки перешли на нашу верную позицию. А Андрей уже уехал. Согун. Профессия. До그. Привет! Доброе утро! Привет! Доброе утро! Какой ты? Ты тоже? Да! Я не кадры! Кот! Оллот! Это комната, куда кладут Андрея. Нас накормили, напоили до отвала. Правда? Это моя комната. В общем, Норвежий с русской прокачкой. Проснулись, поели и... Этот чёрт предложил подвезти нас прямо от начала нашей тропы. Это нам сэкономит количество времени. И мы сразу придём. Первый хит. Спасибо. Спасибо. Хорошая... Если что, мы если будем в ВОСе, то мы вам позвоним. Да, да, да. Если на обратном... Можно, да? Да, да, можно, можно. Ну, спасибо вам большое. Окей, счастливо. Счастливо. Пока. Хорошего дня. У тебя можно спальник положить? Да. Ну чё, идём на тропу. Всё в том же составе. На короткую. Первая хитта на нашей тропе короткой. Ничего такая. Но мы её, скорее всего, пройдём мимо и пойдём в следующую. Так как следующий через два часа пути. Это вид из окна. Там озеро. Сейчас людей нет, но вообще, судя по всему, их очень много. Здесь стоит целых два стола больших. Там есть. Большая печка. На первом этаже сколько? Три спальных комнаты. Второй этаж, матрасы, кровати и там ещё. Ещё есть второй домик рядом. Там офигенный вид. Мусы прямо на обрыве. Озеро. Мы пойдём скоро в следующий после обеда. Сейчас время уже почти четыре часа. Это просто замечательно. Я сейчас потерялась в горах одна. Мои, так сказать, друзья ушли вперёд. Я отстала. Потому что они идут быстрее. Я не могла перепрыгнуть в водопад. И много времени ушло. Я ходила вокруг да около. Искала другие пути. В общем, когда я его перепрыгнула, пошла по тропе. Быстро стемнело. И сейчас я не вижу вообще ничего. В общем, я, наверное, буду ждать, если они всё-таки решат за мной пойти посмотреть, где я. Потому что я больше вообще ничего не вижу. Вчера я так и не дошла до этого домика. Пришлось спать в траве. Надела на себя всё, что было. И ждала рассвета. Было очень холодно. По восьмого я вышла. Сейчас не знаю, сколько времени. Наверное, часа два я шла досюда. Вот, в общем. Скорее пойду внутрь, чтобы наконец нормальная вещь спать. Это был, конечно, кошмар вчерашний вечер для меня. Ну вот, мы все снова вместе. В нашей хюте-особняке. Ну, двухэтажный. Есть такой видок. Сегодня с утра я встретила здесь двух человек. Они ушли. Это гостиная, столовая. Тут хомяк у нас завёлся. Горный хомяк. Вон он. Таких я много видела по пути. Вот, в общем, печка большая. У нас тут готовится еда. Сейчас бомж пакета будем есть, чтобы заморить червячка. Вот такой вид с кухни. Тут вы расположились столько кровати. Я, наверное, займу вот эту. Она просторная, большая. Сегодня 1 октября. Мы переночевали в этом особнячке. Сейчас мы продолжаем наше шествие. Ожидает примерно 5 часов ходьбы. В общем, это небольшая тропа. Полна суровостей. Мы вышли, попали сразу под ливень. Нашли в какой-то сарай лодочный. Переждать. Дождь не кончается. Мы решили вернуться в наш домик, чтобы там на сегодня тоже остаться. И завтра мы зайдем с этой тропы, как и планировали. Сегодня наша вторая попытка покидания этого домика и этой тропы. Вторая, да. Вчера мы пробовали. Сегодня хорошая погода. Солнышко светит. Поэтому я думаю, что мы прямо сейчас и двинем. 10 утра. У меня остались последние полчаса до конца тропы. Ребята уже впереди убежали. Наверное, пришли уже до конца. Я на правильном пути. Я нашла указатель. Таги вот и туда. Выше стропы. Эти лося, блин, я не знаю, скачут как кони по горам. Ага, батонами шевелись. Все время убегают от меня. И потом мы теряемся. Мы застопили первую и единственную тачку на этой трассе. В общем, едем сейчас в Даль. Чтобы оттуда 45 км до Восса еще проехать. Зашли в магаз. Купили патет-салат. Картофельный салат. А это фрига. Это все из Фриги. Да, из Фриги. Купили патет-салат. Мы пять минут сто пили, наверное. Камеры встретились. Вот мы. Мы еще даже не успели... Мы русские, но из различных стран. В общем, мы еще не успели написать табличку, чтобы прям уже застопился этот человечек из Бергенов-Босс. Это наш последний вечер вместе. Мы сидим, дожидаемся нашего деда, который должен вернуться из Бергена. В общем, отдыхаем от души, от сердца. Мы снова в том же самом месте. Позади Лёхи это королева ночи, цветов, кактус. Через полтора часа он примерно должен распуститься. Клаус, скажите что-нибудь по-русски. Да. Ну, это суп, куда я положили. Да, все, что у меня есть. Отлично. Какая-то самая, как винегрет. В общем, мы вернулись в горы. Живые, невредимые. Это вид из окна деда. Который нас писал в первый раз. Город Босс. Скоро мы разделимся. Вы уйдете на тропу, я поеду на север. Чуть-чуть позже домой, да. Это наши последние эти самые... Последние минуты. Да, да, ну, в этот раз. Те самые горы, которые мы пришли. Здесь снимаю на них. Тот суровый ледник. Это, кстати, самый большой ледник в Европе. Принцентальный. Самый большой это в Гренландии, а в Норвегии самый большой в Европе. Ещё неделю назад я была наверху в Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok